Кто бы мог подумать, что игра сделанная для рекламы бренда газированных напитков будет достаточно тепло воспринята публикой, да еще получит достойное продолжение. Так и произошло в случае с CoolSpot. В 1993 году вышла первая игра из серии и спустя 2 года, продолжение которой превосходит своего предшественника. Причем это не было самокопированием или простым улучшением старых достоинств. Вторая часть играется совсем по-другому и воспринимается иначе. Чем же примечательны приключения Спота, отправившегося в Голливуд? Давайте поподробнее изучим историю разработки и рассмотрим саму игру. Разработкой второй части игры занималась уже не сама Virgin Interactive, а поручила Doom командам разработчиков. Уже успешно зарекомендовать себя талантливым ребятам из Евроком и новичкам из Бёрст. Евроком работала над созданием Sega Genesis и 32X версии игры, а Бёрст занималась с NES, PlayStation, а также Sega Saturn версиями. Но что-то пошло не так и в итоге игра вышла только на платформы Sega Genesis, Sega Saturn и Sony PlayStation. Проекты для Sega 32X и Super Nintendo были отменены. Но в разных зарубежных источниках можно увидеть упоминания о невыпущенных версиях. Так, например, в одном немецком издании была новость о планируемом выпуске игры и показания нескольких скриншотов. Разработку SNES версии отменили в пользу полной сосредоточенности над версиями для более перспективно 32-битных платформ. Насколько проект для SNES был законченным, никто не знает. Нет ни Рома, ни какой-либо еще информации об этом. С версией для Sega 32X история интересней. По некоторым данным игра была готова примерно на 90%. Журнал Mean Machines Sega отмечал, что в версиях 32X и Genesis очень немного существенных отличий, но в целом игра выглядит неплохо. Портал Sega Beat сообщал, что имеется Ром-прототип этой игры и что вскоре ожидается его появление в открытом доступе в интернете. Возможно, найдутся энтузиасты, которые доделают игру до конца. Мне удалось найти геймплей видео этой версии игры. Как видите, есть некоторые гличи, баги и в некоторых моментах игры еще не прописаны скрипты поведения врагов. И по завершению любого уровня игра зависает. Но в целом можно оценить, что графика была несколько лучше Sega Genesis версии, более богатая палитра цветов. Также надо отметить наличие бонус уровня после прохождения этапа. Выглядит очень интересно и напоминает Space Harrier. Это, увы, не попало в версию для Sega Genesis. Вообще, существует рабочий оригинальный прототип этой игры. Контора под названием Cowlitz Gamers издала сырую прототип версии игры на картриджах очень ограниченным тиражом. Всего 45 экземпляров, которые все были проданы на мероприятие Kids Expo. Иногда эти коллекционные экспонаты появляются на ebay. Есть некоторые счастливчики, которые рассказывают о своем приобретении в коллекции на YouTube. О повторном перевыпуске игры с большим тиражом ничего не говорится и вряд ли планируется. На этом занятные исторические сведения о разработке закончены. Давайте рассмотрим саму игру. Я буду говорить о версии для Sega Genesis. Так уж сложилось, что эта версия для меня ближе, чем порты для PlayStation или Sega Saturn. А какая версия нравится больше вам? Если вы играли, напишите, пожалуйста. Мне интересно узнать. Начнем с того, что эта игра представляет собой приключенческий платформер с изометрическим видом. Может похвастаться приятной красочной графикой и качественными спрайтами. Чисто технически игра не имеет каких-либо серьезных проблем, о которых хотелось бы жаловаться. Разве что управление. Оно не очень удобно и на этапах, где предстоит много прыгать, потребуется большая тренировка и терпение. Кажется, что рассчитал прыжок правильно, но часто выходит так, что наш персонаж не долетает до нужного места или наоборот стремительно перелетает. Из-за перспективы вида персонажа, к стрелкам направления персонажа нужно привыкать. Но в целом впечатление от игры это не портит. Управление нельзя назвать каким-либо очень уж корявым или худшим, чем например в том же Sonic 3D. Всего игроку предстоит пройти 4 этапа. Каждый этап посвящен отдельному жанру в кинематографе. И это вполне соответствует духу названия игры Spot идет в Голливуд. В мире кино предстоит пройти порядка 15 разнообразных уровней. Хотелось бы обратить внимание на дизайн и продуманность этих уровней. Как я уже упомянул, графически все выглядит красиво. Прекрасно нарисованы анимированные враги, детально прорисованное окружение. Каждый уровень представляет собой неплохой лабиринт с большим количеством потайных мест и комнат. Некоторые спрятаны, но очень серьезно. Порой, чтобы собрать наибольшее количество красных монет, а при желании даже все, потребуется очень много времени и внимания на подробные исследования каждого шага. Чаще всего проходы в секретные комнаты расположены с той стороны, с которых их просто не увидеть. Вот она обратная сторона изометрического вида игры и отсутствие возможности крутить камеру. С геймплейной части игры все довольно просто. Никаких новшеств здесь нет. Ходим по уровню, собираем монетки, ищем тайные комнаты, чтобы собрать как можно больше спотов. Убиваем врагов, стреляя энергетическими белыми шариками. Как я говорил в одном из предыдущих видео, очевидно, это диоксид углероды, входящий в состав напитка 7-Up. Встречающиеся боссы в большинстве своем никаких неприятностей не доставляют, тактику на них найти будет достаточно просто. Все уровни мы можем проходить в любом порядке, как пожелаем. Однако, чтобы перейти на следующий этап, посвященный другому жанру кино, надо будет пройти все уровни предыдущего этапа. Музыкальное сопровождение игры достойно похвалы и очень хорошо сопровождает в приключениях нашего спота. Мой самый любимый саундтрек здесь, это мелодии с первого уровня на корабле. Кстати, напишите в комментариях, какой ваш любимый трек из этой игры. Кстати, музыкальным продюсером выступил Томми Толорико, талантливый композитор, получивший свыше 20 различных наград, и который по-настоящему чувствует игру, когда создает композиции. В 1994 году Томми даже выпустил компакт-ди со своей музыкой Virgin Games, GDS Hits. Согласитесь, не каждая заурядная рекламная игра может похвастаться такой серьезной проработанности звука и графика, но, как я уже отмечал, Spotguist Hollywood можно считать исключением. В итоге мы получили достойное продолжение приключений спота, отличающиеся от своей предшественницы и во многом превосходящие ее. Несмотря на отсутствие вменяемого сюжета и местами кривое управление, игра действительно приятно и интересно. Геймплей не страдает однообразием, а картинка то и дело радует глаз. Как и саундтрек, продуманно созданный для каждого этапа, чтобы передать нужную атмосферу. Всем поклонникам жанра обязательно рекомендуется знакомиться, если еще не довелось поиграть в нее, а для остальных просто стоит попробовать. Возможно, игра затянет и подарит несколько часов удовольствия, как и меня в глубоком детстве. Даже теперь, спустя почти 20 лет, я с приятным чувством прохожу иногда ее снова и снова. С вами был Дарт, увидимся в следующем видео. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно оставляйте свои комментарии. Мне правда всегда очень интересно, когда вы делитесь своими воспоминаниями, впечатлениями или задаете интересующие вас вопросы.